всем привет дорогие друзья сегодня в нашем выпуске в 33 играть он будет на разор и приятного вам просмотра интересная игра на не частом гости на нашем канале обязательно подписывайтесь на наш телеграм если все еще не подписаны ссылочки будут в комментариях закреплены ну что погнали погнали здраво всем ребят разор против копей в миде не самый приятный на самый неприятный вернул и нам для разора ну против разорода 1 клапу и пикает постоянно мы записывали кого по на канале она выходила буквально недель две назад и там копа настолько хорошо постоял просто пошла и все карты убила вот в этой игре в принципе комфортно игра для клапы в целом давайте начнет как бы поговорим тут контролем мало есть game stroke это может просто прыгать в игре строка потом кайфовать что касаемо разора во первых играешь в копы во вторых про себя много нюхов рубик пугно то есть нужно постовая бака башка лишь шейкер парк который собирает аганин и тоже является одним из хороших героев против разора а сладко гадим тут хорош еще почему потому что против антимага играет и она будет просто контролить нонставом на самом деле пик рейтинг смотрится куда симпатичнее по драфту они прям проиграли ну и кофе супер приятная анимация атаки хорошая . всегда так и будет происходить сюда будет распрыгивать да ну на самом деле 7 урона для плотных мидеров это важно разница врачом всемирном то есть в итоге у тебя больше рукав и меньше можно будет стоять некоторые разор делать немножко другую раскачку вот и качаются через плазму field и потом просто уходит лес армин стаки потому что против против копы после левела 3 стоять просто невозможно а еще будет момент такой скорее всего где копа попытается разорвать линк на ноге вот а потом разорвав линк просто прыгнет на разор и убьет его просто делают ну ладно это было интересно вперед решил прыгнуть там кстати луна была снизу контроль на него ботла нет пока что поэтому что он возьмет ты на есть что не возьмет вообще нужно мы взять потому что если саппорт перетянется и купал так вот блинк потратит они потом просто где-то такого накажет можно было разбить чтобы много времени не тратить он почему вперед прыгнул потому что к ты прыгаешь в обратную сторону то есть ближе к своей вышке ты теряешь примерно полсекунды на разворот вот и из-за этого разорваться свой чуть-чуть больше раны поэтому он прыгнул чисто прямо чтобы не разворачиваться не терять время он может уже раз 5 стакнуть целом пока что ровно стоит на это не знаю только упа сильно не давит вот он как-то тычка это лишнее зря дает мне кажется он может чуть-чуть меньше урона отдать это разница особо не будет мне кажется это связано просто с тем что resort аккуратненько стоит не старается вообще то расхитываться скобой сучать копа не агрессирует на разора если просто стоит на максимальный рейндж и если копа будет пытаться бить разора она и крипов на себя сагрит они будут его пить да и разору при этом тоже ответит то есть он просто задан на рейндж и держит дистанцию почему во многих моментах он просто дает точку хрипу для того чтобы кинопейн не а задана его то есть просто получает опыт этого типа но он еще не понимает когда кого платочку даст . у него достаточно быстро и поэтому ухо лучше получить их с учим вообще отдать крипа на данной копа с ботлом там думал дымашки сверху ну вот как у него уже пятый уровень и ему нужно идти она не может быть наказаться или этапа нужно примечать жена жми т.п. жми т.п. нужно улетать ошибка можете смотреть за это там шагер подходил вверх шагер станом как-то не достал либо поздно его дал ну ты просто жмешь т.п. ну что это за глупости во-первых не отдаешь так много урона во вторых ты сдавал дэмэджем потом просто все пачку убиваешь возможно он подумал что стадик линк вообще разговор не про бакшн хотя бы в двойку есть ну да сейчас часто другой раскачка идут когда в кино против кинопейн стоят ну да и все равно в двойку ему хватило чтобы такого мне просто ноги высеть потому что она была с рунной 2 на урон ну х за не стоило в раз на копе тут выделываться либо сразу нужно было идти за этой руны либо идти и т.п. цели вообще не эти не есть ботинок кстати а ботинок это возможно для того чтобы подбегать копья быстро нас эти клинки возможно не разорвет просто этот стадик линк если разор 3 фанется быстренько вперед на его месте если он пойдет лес фармить я бы не брал бы ботинок типа можно какие-то статы просто по моим регена себе что-то взять на принципе а что еще брать если не ботинок просто от spot x spot убегать на линии пока что все ровненько антимаг один кило одна смерть парка что он с ларка 011 один один ассиста на смерть супер четенько а тут так получилось сделать хорошо он опасно очень играет он же не видит какую до счет просто сканем скан провязал понял что там рядом находится и ушел оттуда на на копе молодец он не пошел тут он просто иллюзии отправил подбирал пока стороной людей соответственно прогнал разором этом еще с удовольствием пофармил бы а в итоге весьма на низ расходу не израсходовалась просто уходит это даже не знаю вот сейчас вот реально сложно стоять ничего не придумаешь по факту я нужно просто уходить вес не терять время на разори потому что ты будешь пытаться ставить миде но тебе это не нужно но герой неплохо фармит мид с получением 6 уровня как приятная иллюзия с которой можно насосать урона и пойти окнуть эншин то о чем урон не хочется да высоси на что видим и связи не высасывается в ну вообще по идее не раньше раньше высасывалась по идее что нет не высасывается раньше стопудово высасывалась можно что просто не знаю разори вроде недавно играл в нем можно тебя это было бы им выбрать просто двигаешь пучку героев и иллюзий и никого прокликнул вот составе тот настоящий соответственно потому что на люди не работало бы на работу сто процентов он просто почему-то не нажал х за почему от что-то было бы приятнее ведь ты воруешь примерно 70 плюс минус арморишь от ульты и просто я же бить эншин то я подлови слон у него 6 недавно 5 уровень вот и славки не затянулся он на него немножко ночи странная комбинация саппорта в грим строк плюс котл отвратительно просто с такими саппортами играть но благо есть который хоть как-то будет то играть дота 2 просто этими саппортами ты вообще ничего не можешь сделать но по факту у них нормальных станов нет все уходят все убегают вы себе пикайте котла нужно брать вот активного героя на либо на оффлайн супер активного типа клокверка выводит себе пачку чтобы сразу три спота попармить то есть пачку с линии два лесных разорма что-то делать не скупитесь на стаке если у вас есть разор команде потому что он их фармит реально очень быстро много конечно чем получается всего этого вот у команды дает то есть за силой смы и сейчас котл на мини карте находится он там подстакивает это самый-самый вкусный спот он поможет нажимать плавно фил то есть первый спал и фармит сразу три пачки а если они еще и застаканы а там котл 3 стака и делает лично главное чтобы это не зафармили что-то по 23 стака главное чтобы это я сейчас стянулся сейчас запушит вышку увидят к варенов пэн которая вниз перетягивается да прям часто но он тапаться отсюда пальва пальва он повижу нашел регруппировочка таким загоним парнем мы всегда рады ну пойди за фармиста он хочет за ванпост и за руми пытаться на сразу видно про игрок не бабер такие кумы первый раз вот увидел куман у врагов на сларке тут вообще нормальные ребята играют кстати он до сих пор топ-1 удерживает отрицатель нет да это нужно его возможно на потому что по всем спать не невозможно слить так много рейтинга как ради промежуток ремня фото джиния кстати а скотлом прикольно играть в эту 2 на разоре и колдаун режешь на 1 2 вилки интересно вот за это респект сделал вот свершилось то чего мы ждали падает какая-то шмотка мы в частности про лопату говорили нажми потом скипнуть вот в 33 взял аркейн ринг и не фейдит прочь он нажал аркейн ринг отправил его на базу и потом переложил обратно фейдит прочь дорожку то же самое с лопатой нужно делать много раз мы об этом говорим да но никто этого не делает кроме в 33 вот момент может быть стоит статик линк одном из ловлов игнорировать яичкой брать эти спал ну спит вот процентах бустит 6 процентов плюс но спит тиммейт так из так из таки пора зафармить вот тэп асинами отделал еще один стак подал там я без понятия сейчас посмотрим просто он должен по идее дойти если конечно они не хотят это антимагу давать но может быть поздно потом просто да не я какой-то один знак не фармит эти стажа можно попробовать было подождать еще стаки сделать он он вот идеально . фарма правее стрихонись на разору нужно было чтобы те крибы согрелись еще правой спады спить возможно он бы еще мог по таймингу надо перестал чтобы стакнуть еще и правый спад это было бы порциональные по фарму на помаде разор вообще скотлом не поседает как же круто ему она обновляется у него уже две детальными к варис чтобы вы понимали 12 минут не ну конечно никто не ожидает что прозор так много будет фармить в игре но из-за того что кота много стакал антимаги на самом деле все так себя перед 600 вроде линия шейкер куб на супер такая слабая линия за чего не могут на антимаг линии свою программу потому что коту что коту который слабый за порт который пока он номером нужно было так делать потому что без бкб развозить не сможет драться а так хотя бы они смогут полноса с командой по спейси для антимага он не не видел на сладке закупка разора поэтому он нажал пульты паут мало ли там ел если просто пожмешь тебе развивает тп у тебя паунс кд ну ты скорее всего умираешь москвитова такого раза рамного особенно из-за брошки брошка на самом деле нет самых лучших артефактов для разора много и мы со многом он и это как раз таки чтобы по лесам бегать и пылесосить все что можно хочу заметить то что он каждый раз только ультимейт у него откат в этом его всегда прожимает все делали чем было бы неплохо если бы нашли папарацци на разоре но папарацци сейчас как-то играет на такие первых эмберах всяких нет классического разора он тоже пока так фармит на разоре но он стоит легкая линия в основном этом героя чисто вкачу порывается но и разор тоже у него очень много у него 6 часов у копыт тоже много для этой минуты в принципе но разор пока что вырывается вперед и фрага имеет до смерти и пока что пока башка на 15 минуте но я такого давно не наблюдал разор на гор на гор позиции отличный герой если у вас медиа будем быть жадный мидер по фарма стоит кстати мипа вариант но ты ты в основном разора пикаешь чтобы линию закрывать вот вы не любите стать против кентавров селедок подобных персонажей разор тролль все эти персонажи закрывают и хорошо но насчет разор на керри не знаем по поводу жадности потому что он очень жадный он хочет забрать весь свой лес еще и линию как это когда делает этот разор и раз увидел от мага просто разороже обычно пикают чтобы загнобить линию вот если он с линии хорошим выходят то он уже может драться ходить но он может там навязывать да и чисто агрессировать и получать деньги за счет фарма за счет файлов точнее а фарма столь этим это ну да да могут быть разные плейстайлы об этой игре почему он качается потому что у него нет выхода ноги может драться против этих героев по крайней мере без быка бэшки под блокинг баром уже можно 15 минута бкб есть 400 голы еще сверху бкб очевидно очень страдить не стоит и маккел забрал но ему нужен был путь рак почти 200 голды на батаре фире потолка хорошо берется для творцам 225 я удивлен что не он-то хорошо держится что у клуб и так все отлично у нее образ торчит 20 кпт он вроде какой-то такой бута образный хочу ему никто не мешал в принципе его никто не гонял комфортная игра для крупы мы уже об этом говорили то что супер удобно играть убиваешь грима все тебя просто невозможно убить пока что него юльчик рыбая на только пока что хотя его на самом деле в этой игре все так же неплох того же сларка поднимать папу поднимать чтобы эти вайты подошли ну и вот такое это более привычный билд почти всегда его покупают но он хорош тогда как отыграешь допустим на разворе против тролля но реально круто там и battle транс который нажимает и муж его завалить плюс просто подбегаешь на фильм нажимаешь лень плюс кири вообще уже не может драться наверно то который зависит чисто от физы на тут сделали три полкил благодаря копия плюс сларк куман реализовал свой диффуз на сидя отходите ну ну по сути он бессмертные с бкбшкой его вообще убить будет очень сложно за насчет того что бессмертный потому что шагер рубик вражеской команде это герои который имеет моментальные станы плюс у рубикон вообще таргетный прожимается башечка и как же быстро фунта умирает ну и туда очень больно запись аккуратным кбшка заканчиваясь на как языке нет а там спине queen of pain хорош ультимейт выдает прям по двум героям у него просто стерла у малых по было вот по поводу рубика шейкера ты в на рубике моментально поднимаешь героя шейкер тут же фиссуру дает прыгает а из сейва ничего нет нужно просто быть контур инициировать за счет плакарка но так по факту разворот тут можно убивать и катить его бкбшкой змеи просто очень хороший пик против разора как уже мы отмечали тут разору не так было просто играть над этого не интереснее становится антимаг еще не скоро в игре будет что антимага столько же сколько вы сларка это естественно на пользу сларк потому что как только антимаг купит себе допустим манту у сларка уже будет аганим плюс башер и вот тогда старт сердце дайве и игра закончится я вот даже смотрю я не особо вижу ауты у команды дает чтобы победить но это паблик тут игра на ошибках тут может все произойти вот на кокверке зашел в лес статья умрет умрет партича настакали она добиться разором надо не видеть разора в итоге он просто убил рубика напугни просто челу впадло нажимать астрал на рубика нет я не буду нажимать умри но здесь зажали разора драка разделилась еще непонятно еще один маг умирает а вот то что сларк умирает на самом деле очень плохо на смерть антимага последовало но сларк не получил опыта сантимага должна была бы все очень плохо для команды разора 1 когда за рубиком бежал ну что чел напугнил у него кд астрал было ли что я может не заметил просто почему-то не сэвер своего тиммейта мошка на роль может может ли повтратил может он нажал вам про 40 это тот сразу же нажал бкб на 6 секунд кд вроде как конец откатился ну ладно бог с ним покупаем их не себе арчит это очень интересное решение потому что на разорья такого честно говоря ни разу не видел угна загуляла приятных факт на 50 секунд таверну но у вас варках прилетела нагло может быть а там у тим это нету коперка он его тратил грамотно чисто что он бка башка нажал заранее на разоре он не видел шейкера текер мог сейчас там фиссур подавать папа могла и улице рубик мог стать короче что угодно могло произойти вы бы сладко не добили вы вы были вот такой жопе прям вообще отразительно было бы быть очень аккуратно массовый малых дамут и камбэк а если он еще выживет мансить не видит его шейкера не можно ничего сделать и выживает на крополях жесть так полднева добила областом напугнут тоже будет если вонача выжил бы это было бы просто это было бы реально конечно вот как бы правильно сказать ну чё-то на сладких так и дел ладно убили сладко нахрен не все нафидели вы еще 3 кило отдали зазором умер сларк умер шейкер умер рубик умерла клопа а все это время антимаг фармит но это вот вот критическая ошибка когда вы просто пошли и убились образора антимаг хорошо повторно за это время желтим и твор почти готовы в итоге сладко же дважды умер за последние две минуты и это очень сильно подзабило его темп в итоге у него должен был быть по таймингам башер плюс аганим на сларке а у тебя должна была появиться манта но получится так что сладко будет просто огоним из этих двух смертей и отсутствия убийств антимаг все до время фривольная качался на плюс сосвар какие лапнул вот есть сейчас антимага заберут это будет неплохо тратятся кнопки антимаг выживает не хватило там чуть-чуть но это уже полнейшая просто тиль тут и рубика заберут реально чуть-чуть не хватило можно было как-то продать придраться к шейкеру типа чё он не добил того хоги оттолкнули плюс его тотем был не заряжен уже да плохо плохо дело главное сейчас не отдать преимущество но здесь арчит готовы уже почти у разора со всех вот это реально очень бывает он он против пугна очень хорошо торчит он против сларка очень хороших особенно прислали которые бкб себе не хорошая сантри а сейчас очень сильно помогла в этом моменте и ну прям выживает умирает пугна и это минус вышка это арчи готовы уже плюс еще почти 300 голды сверху сейчас слышка упадет уже будет больше а для разора все супер это выделяем деньги рекой сыпется да он очень много фармит он очень много дает фарма антимагу который просто бальяж на утопе очистит все что можно все что стоит и прочь на красном то антимага фармит на карте так что чардж развора бкб шки это не что по сравнению с тем что антимага будет нужно тратить нужно форсии драки ну и нулик кстати очень хорошие артефакты самое что интересно но ликер то не такой уж и дорогой там стоит наказать в среднем дешевле чем многие хорошие айтемы и ради на этом он банально сказе сходишь и 5500 стоит патрифляй 5400 если статовый герой то нулик это реально хорошее превратение особенно подорчит у него с так спидом кстати небольшие проблемки на разория не так быстро бьет делать бы немножко усилить так что по артефактам у тиммейтов форсики глимеры кстати второй форс будет появляться на котле три такома три форстафа будет ничего себе на чисто чтобы сларк вообще в ноль игру загубить подбросим рэп шейкер был тогда в двух героев сейчас работает разор по весла просто выпрыгнула дальше спать вообще внули еще выигрывается из 5 на 5 драка надо что разоронит главной кнопки но тут уже убили рубика надо как-то под собраться час врагам когда они рассыпались немножко после серии вот этих поражений и когда разор сделал три полки уже стало сложно играть вас уже давят антимах уже на 4000 впереди не поднимайся сюда сладко он нажал дарпак данного сожалению душа влезра 2 не может драться папа это бы выразила кстати ему верно не стоило на разор и нажимать на бру и подходил уже антимах подключается в 2 2 2 почему еще на лифер берется в этой игре потому что во первых он может не дать копия нажать бэкбэшку если как-то кто-то и подстанил кушать допустим да ты тоже подбегаешь нажимаешь на лифер арчит она не нажимает бкб не уходит вот помимо этого астрал пуганы глиммеры кстати можно поржить форстаф и не нажимаются от пуганы на которые нажали вы свою на лифер прочее шмотка очень интересно особенно на разоре по факту плотности ему падает потому что первое у него есть кп на 10 у него есть армор на двадцатом героя реально плотность подошли на силу него 2 400 кп выброса берешь 2 артефакта на лютый урон чисто чтобы под стать и клиника закидывать пугнут уже забирают мы уже пошел просто снова был странно что рубик пришел поднял пойти в то место где только что была драка где только что всех врагов было видно подумал что они ушли откуда видимо а врагов получается а ну-ка сейчас посмотрим да у них вижена вообще получается нету мало зрения на карте славчис тоже будет снимать лишь на него 2 центре где будет давардить его мы ждем с мы ждем с 1000 голды на разоре и ждем с 2000 голды на антимаги чтобы он дофармил себе описал вот пофармить этот промежуток не врагов не хотят пускать по а разворочный баковашка не тратить даже не будет фларк уже подошел вот я просто размере с баковашками но еще и умер рубит за кушат клокверка там клокверка летающую пенопейн за вашу под последнюю просто миллисекунду драк фактов нажал арчи сладкую сбросит уже драпа ты не было вовсе но готов артефакт подключаюсь так нечу микро ставить минусе себе решила ставить ну и шиллой следующем артефакта на самом деле очень прикольно сплетящего сладко кого уловить папа и сюда немножко неудачника делал тиммейт поставил ладно там просто накуражите вот мы тащим команда тащит а я буду тащить на чуть-чуть не туда кликнул почти чуть не своевременно кликнул это это же из-за рубиком давят ну объективно объективно вот на всем из процентов соло ну что запорта тоже что-то делали в тот момент где был трипл килл где глимер повесили на разора очень своевременно за счет чего он выжил и и 3 килл как раз таки сделал хорошая игра хорошая перетяжка он не покушал в виде хотя в 30 его все про игроки сильные про игроки тернин команд не читают сильным лидером он больше по игре хорошо все делает не прыгал line копия пошел убил там здесь по фармил красавчик в общем и сухо было для антиманга создано отличное увидел башню слад умеет с первого удара башни таком шоке а типа он должен был включать драться а как разор уже просто уничтожает потому что он будет сам все посадку урон минус 5 и лотар уже готовы ну так тоже реально прикольное решение ну ты же вообще не можешь выйти против этого разора в соло тебе нужно чтобы ты выходил и желательно что с того еще был один юнит ты даже он не поможет ты просто жмешь арчет на лихеру и бкб и кстати клинк кто что сделает это нужно глиммер и но с глиммером должен 1 стоит сзади а если ты достал спал нажать на разводе купил ну короче не вариант выйти с база против такого раза это очень-очень сильно у него наторс как у фрифармящего антимага так и есть 19 600 антимага 19000 у разора в лотаре заходит там кстати дасты азию зале тетя он скинул арчет не успела дать на спарка не успел еще и пашу этим мага прогнул ггг антимаг умер очевидную 3 полкил я уже не знаю какой в этой игре с эти 3 3 полкил по моему захуб победителя shadow амулетов и к но даже так потрогать ловечка шекер его убьет нет я шагер не будет двигаться протестить интересную штуку по статье клинку дебы там один на один накладывается с репрешем или они не он обновляться должен она стакается ты высасываешь в итоге ты можешь одного героя высосать дважды статиклентом или 400 даже 400 ты можешь спокойно высосать они опять раз ты если вообще все нажать надо чисто так не произойдет в игре это можно сделать ставьте лайк ставьте лайк за нестандартного героя спасибо всем за просмотр всем пока